Вместо школьных стен узкие коридоры подземного бомбоубежища. Вместо парт классическая мебель советской эпохи. В таких интерьерах для школьников проводят урок по УБЖ. Десятиклассница Анастасия Орлова уже бывала в бункере Сталина, но с удовольствием сюда возвращается. Мне очень нравилось, как рассказывать. Мне было очень интересно, потому что это... Ну, когда там сказали, что это был неизвестный объект, что никто из людей не знал об этом. Мне очень нравилось, что вот такие люди, русский народ, построили такое сооружение. Бункер построили в 1942 году на глубине 32 метров. Он расположен под зданием Современной Академии Культуры и Искусства. Почти полвека никто не знал о существовании этого объекта, пока в 1990 году гриф секретности не сняли. Все тайны этого места знает экскурсовод Анатолий Сауянов. По одной из легенд, всех строителей казнили и похоронили за стенами бункера. Но Сауянов эти слухи опровергает. Слава Богу, что он во время войны не использовался по прямому предназначению. И даже и в настоящий раз он также не использовался бы, а лишь бы вот такой, как памятник. Труду нашему народу использовался. Экскурсии и уроки по ОБЖ для школьников проводит МЧС. Так как бункер Сталина – это действующее бомбоубежище, то школьники могут не только послушать про основу безопасности, но и увидеть все своими глазами. Бункер Сталина, он в данный момент действующий. И в случае угрозы на Россию, можно им воспользоваться. Во время экскурсии школьникам рассказывают, как использовать средства индивидуальной защиты и как уберечь себя от опасности. В год гражданской обороны бункер Сталина ожидает еще много гостей. Сергей Ромашов, Дмитрий Мешканцов. События.